Мне попалась вакансия в Бразилии. Я приехал туда на один проект, который был, в общем, копией дропбокса, что происходит в Бразилии, и всякие отрезанные головы, там, фавелы, наркомания, там, и так далее. Как вообще работается с бразильцами? Иногда бразильцы думают, как назвать переменную в коде по полчаса. Всем привет! Добро пожаловать на канал ProBlogTV и в Берлин. Миша расскажет свой путь в программировании, свою историю, опыт работы в Бразилии, в Германии сейчас, ну и, естественно, в России и в Москве. Привет, Миш! Привет! Ну, давай начнём сначала с твоего пути в программирование. Как ты решил заняться программированием? Ну, это как-то рандомно получилось. Ну, в общем, я учился в МИИТе, поступил в Московский институт инженеров транспорта, железнодорожный университет, на специальность, я забыл даже уже название, информационной системы и технологии. Там не учили, как бы, быть программистом, а учили больше быть системным аналитиком. Ну, а программирование было как дополнительный, там, курс. Была статистика и так далее. Ну, на самом деле, мне не очень нравилось программировать. И вообще, айтишная сфера как-то меня не очень привлекала. Где-то до третьего, до четвёртого курса, по-моему. И, в общем, до этого я особо не сталкивался с какими-то реальными задачами, там, да, в сфере айти. И я открыл с друзьями интернет-магазин. Мне больше нравился, можно сказать, бизнес. Продавать всякую фигню и так далее. Но потом, как раз для магазина нужно было сделать одну систему, чтобы вести учёт товаров, обновлять их автоматически, прайс-листы. И я начал, в общем-то, делать это сам, с помощью джавы. И как-то я влился в это всё дело. И уже тогда мне стало интересно программирование. И я начал его изучать самостоятельно. Ну, и доучился в институте. То есть джаву ты стал изучать случайно? Да, то есть у меня был какой-то юзкейс реально нужный для интернет-магазина. Я использовал тогда Google Web Toolkit. Не лучшее решение, но просто мне что-то понравилось в тот момент. Я решил его использовать, а там джава. И как-то я начал изучать джаву. Не потому что я там в институте учился, да, а потому что мне это нужно было. Но потом я понял, что мне это больше интересно, чем сам магазин. Я начал развивать эту систему. Но потом закончил институт и пошёл работать программистом. Расскажи об этой первой работе. Что была за компания, чем она занималась? Я думаю, что эта компания ещё до сих пор существует. Она называется BFT. Бюджетные финансовые технологии. В общем, они делали софт для бюджетных организаций. Для управления денежными потоками. Ну, что-то в этом роде. Сейчас они входят в состав, по-моему, IBS Group. И тогда они тоже входили. Ну, в общем, достаточно крупный такой системный интегратор. И я не помню, сколько я там проработал. Потом я попал в другую компанию, Omnicom, где я проработал тоже недолго. Это год. Мне попалась вакансия, то ли кто-то скинул, я не помню, из друзей, вакансия в Бразилии. То есть это был не такой целенаправленный, я хочу иммигрировать, поработать за границей. Нет, если честно, я работал в Omnicom. Меня всё устраивало. И позиция, и люди, и технологии. Да, то есть я тоже там программировал на Java. Но вот то ли знакомый скинул линк, то ли как-то ещё, не помню. Я, в общем, на Headhunter'е увидел эту позицию на Java, сеньор Java-разработчика. И там были очень классные технологии. То есть тогда это, мне кажется, был тренд. Ну, и сейчас, в принципе, это тоже тренд. Это был Hadoop, Big Data, Processing и так далее. Я решил, в общем, откликнуться. И зарплата там тоже была такая неплохая. Как-то всё гладко прошло, да. И, во-первых, я сначала, ну, я оставил там свои контакты. Мне позвонил человек русский. Ну, и начал мне что-то там рассказывать про эту компанию, что, мол, он из этой компании. Точнее, он не из этой компании, он друг гендиректора. Что он хочет, гендиректор хочет работать с русскими, потому что гендир, он работал в Microsoft много лет. Он, по-моему, был ответственным за Hotmail в Штатах. И он просто переехал в Бразилию и открыл там свою компанию. Ну, то есть он сам изначально бразилец, но он много лет работал в Штатах, учился там и решил, видимо, заработал денег и решил открыть компанию в Бразилии. Ему понравилось очень работать с русскими, и он хотел русских в команду. Ну, вот этот парень сказал, что он его друг, он сам работает там где-то в Лос-Анджелесе, и он просто помогает ему набрать людей. Там уже были русские ребята, уже, по-моему, там то ли три, то ли четыре человека. Сначала мне это показалось очень странным, да, как-то, какие-то там знакомства, да, там, он мне рассказал, какие условия, что компания оплачивает перелет, оплачивает первый месяц или два месяца проживания. Вот. Ну, я подумал, что, как бы, ну, круто, да, если все оплачивает, ну, чем я рискую, да, там, не на органы же меня там пустят, я не знаю. Ну, вот. Ну, дальше, следующий этап был тестовое задание, я выполнял какой-то кодинг, я писал, по-моему, какого-то кроулера. Точно не помню, но, в общем, там надо было ходить по сайтам, какую-то информацию оттуда выбирать. Это было тестовое задание, которое давалось на какой-то период, или ты, например, там, где-то там в течение 30-40 минут, там, час? Нет, это просто было задание, просто конкретная задача, нужно было сделать этот таск, и, по-моему, неделю давалось, или вообще не было ограничений. Я быстренько сделал, ну, решение, причем я, как бы, не особо не парился, то есть я не то, чтобы там сам все писал, да, я взял какие-то уже готовые варианты, да, то есть. На самом деле, я считаю, что это правильно, то есть я сейчас вот тоже собеседую, люди, я думаю, что мне нужно там что-то изобретать, да, можно всегда взять что-то уже готовое и интегрировать это. И, видимо, тогда это был тоже хороший вариант, потому что я особо много там не писал, но все это интегрировал. Парню, который меня собеседовал, ему понравилось, он, кстати, тоже русский, но он был, он и сейчас есть C++ разработчик. После этого у меня было собеседование по Skype, то есть ничего особенного. Это были тоже технические собеседования? Ну да, то есть у меня вот этот парень русский, то есть это все было на русском, то есть этот парень уже был в Бразилии, он собеседовал у меня по Java, какие-то общие вопросы. Потом уже мы пошли немножко в специфику именно в технологии, которая, ну, в общем-то, с которыми я буду работать в этой компании, HBase, HDFS. Но я перед этим, то есть, почитал книжку, поизучал эту тему, то есть мне, в принципе, эти технологии были интересны изначально. Да. Вот, поэтому я знал уже, что там и как работает. Ну, и через неделю мне этот парень сообщил, что я прошел, и вроде как процесс запускается, да. То есть я должен был поговорить еще с SEO, этой компанией. И тогда, в общем, мне прислали оффер. Да. И я долго, ну, как долго, я, наверное, неделю думал, переезжать или нет, потому что все-таки Бразилия как-то, ну, необычно, в общем, да. Ну, да. Это далеко, и потом еще в интернете поищешь, что происходит в Бразилии, и всякие отрезанные головы там. Да, фавелы. Фавелы, наркомания там и так далее. С другой стороны, пляж, веселая жизнь, там, белые штаны, не знаю, обезьяны. Ну, мы с тобой, я еще задам этот вопрос, как ты оценишь, в общем, Бразилию для жизни. Я знаю, что поменял там два города, да. Да. Но меня интересует, вот как был процесс визовый устроен? Насколько просто получить в Бразилию рабочую визу? Получить просто, но это занимает много времени. По-моему, до полугода может занимать этот процесс. Не знаю, если сравнить со штатами, то это, в принципе, наверное, быстро. Ну, да, в штатах, наверное, около года он должен уйти. Может быстрее в Бразилии, но на самом деле там никаких сложностей нет. Диплом, все это должно быть переведено на, я не помню. А, нет, нам компания даже переводила, по-моему. То есть, как-то даже я не парился, я просто отсырал документы. Диплом, ну, обычный набор документов. Какие-то рекомендации, последнее место работы. Ничего такого. Окей, ты приехал туда и... Пошел пить каперринию. Что это? С кашасой. Каперриния – это напиток, коктейль. Он делается из кашасы, это типа их местная водка из тростника, лед, лайм и сахар. Это было посвящение в программисты местных, да? Ну, это было... Я с русским парнем в первый день пил. Ну, понятно. Ну, расскажи о том, чем компания занималась и как у вас был устроен рабочий процесс. Компания, на самом деле, за всю мою работу, она занималась многими вещами. Но я приехал туда на один проект, который был, в общем, копией дропбокса, но для локального рынка. Он назывался Локбокс. Но фишка была в том, что в это время, когда я туда переезжал, это было в 2012 году, дропбокс еще, по-моему, или то ли у Амазона не было серверов в Сан-Паулу, в Бразилии, то ли еще по какой-то причине... В общем, в дропбоксе у них не было там дата-центра. И поэтому... А мы использовали местный дата-центр. И у нас upload и download файлов был быстрее. То есть мы работали на локальный рынок, ну, и на Латинскую Америку. Поэтому было такое преимущество у нас. Я работал, в общем, на бэк-энде этого сервиса. Я занимался обработкой там, не знаю, запросов, сохранил файлы. То есть ничего особенного, обычный какой-то сервис с нагрузкой. Ну, и там использовался HDFS, HBase для хранения там мета-даты файлов. Ну, и мы делали некий там процессинг для обработки ивентов пользователя. И процесс был, на самом деле, я не скажу, что стабильный. Компания стартап, она и сейчас, на самом деле, можно сказать, стартап. До сих пор. У меня было в команде два бразильца, разработчика. То есть мы втроем пилили этот сервис, сервер. То есть там еще был фронт-энд, был middleware, которые отвечали за юзерскую базу данных. Ну, тоже какие-то сервисы, и мы их запрашивали. Ну, и, собственно, так. Можешь ли ты отметить какие-то различия в рабочем процессе в Бразилии? Я понимаю, что у вас там была какая-то часть все-таки русская, да? Но, тем не менее, какие-то основные различия между разработкой в России? Да, значит, в России, вот в Умникоме, в частности, там было все четко. Грубо говоря, у тебя есть аналитики, они пишут требования, описывают все алгоритмы. Ты, как там, сеньор-разработчик или архитектор, ты обсуждаешь эти требования с аналитиками, решаешь, насколько это сложно реализовать, делаете какие-то изменения, да, в процессе. Ну, и потом все это идет в разработку, когда все это утверждено, да? То есть, в принципе, все было четко, понятно, там разработчики делали что-то непонятно, они идут к аналитикам, выясняют вопрос, и дальше уже тестирование. То есть, все было как-то так разграничено. А в Бразилии немножко больше хаоса было, не было как таковых аналитиков, которые прямо вот от корки до корки продумывали систему, а были бизнес-аналитики, которые, в общем-то, только определяли бизнес-условия, да? И поэтому очень много было деталей, которым нужно было просто самому вкуривать, спрашивать там у кого-то, кто, может, знает. Вот. Но в целом, в целом было не так уж и плохо. То есть, на самом деле, мне нравится, когда ты не в рамках, а ты можешь пойти влево, пойти вправо, да? И даже произнести свою какую-то логику в продукт, да? То есть, были собрания, где мы обсуждали, как что лучше сделать. Все идеи были, в общем-то, как-то сказать, welcome. Как вообще работается с бразильцами, как вот с коллегами? Ну, ты все-таки знаешь, как работать в российском компании, сейчас уже в Германии работаешь. Какие-то особенности вот менталитета? Ну, дам пример такой. Иногда бразильцы думают, как назвать переменную в коде по полчаса и спорят между собой. То есть, иногда они медленные. Иногда, в общем, да, некоторые вопросы, просто они, ну, просто, не знаю, назови ты эту переменную хоть как-то, да? Ну, и чтобы понятно было, да? Ну, не спорить же, там, полчаса, как ее назвать и как лучше. Потом, мне кажется, у них меньше чувства ответственности за то, что они делают. Ну, и, собственно, все последствия отсюда выходят. Что, в принципе, софт бразильский не очень качественный. Но это видно по сайтам, которые у них там в Бразилии, которым ты пользуешься. Например, если найти, если хочешь найти апартаменты, да, там что-то половина каких-то этих кнопочек не работает, потом тебе надо пойти, не знаю, там, выбрать машину на сайт. Тоже, как-то все организовано не очень. Может, мне нравится так, я не знаю. Ну, мы как-то, я как-то привык к более качественным сайтам, к более качественным софту. И все-таки, мне кажется, русские, они как-то думают больше о будущем, как на несколько шагов вперед. А бразильцы, вот они сделают одну вещь, они не смотрят дальше, как это будет использоваться и так далее. В работе я поняла, в общем. Но жизнь состоит не только из работы, но состоит еще из общения. Вот с общением. Вот как обстоят дела с бразильскими коллегами в общении? Очень здорово. Очень здорово. То есть они все, может быть, это был такой коллектив, но я думаю, что это все бразильцы такие. Очень позитивные ребята, всегда хотят помочь, даже если они не знают, как помочь. Они скажут, хорошо, я тебе помогу. Ну, им главное сказать, но это создает такой, как вам сказать, позитив в работе. То есть у них нет особо проблем, они не заморачиваются, живут размеренной жизнью. С ними можно пойти там попить пиво после работы, не нужно договариваться заранее, кто-нибудь допойдет. Вот. Такие ребята. Ну, то есть это можно было назвать такой своеобразной дружбой, да? Да, они вот как чисто человеческие отношения у них очень хорошие. То есть эти ребята, они готовы помочь в каких-то даже нерабочих ситуациях и очень доброжелательные. Ты сказал о том, что когда ты ехал в Бразилию, тебе прислали офер, ты долго думал, потому что начитался много разной информации о Бразилии на различных форумах, не знаю, где ты читал. Но вот твои ожидания или опасения, насколько они имели место быть там? И вообще, как ты можешь оценить Бразилию как место для жизни? Хорошо. Не так все плохо, как пишет интернет, как говорят в интернете. Нужно соблюдать просто какие-то определенные правила, да? То есть не светиться там часами, как вот здесь можно, например. Ну, а так, да, существует какое-то чувство. Например, здесь в Германии нет такого чувства. Это чувство, что, ну, кто-то тебя может там обокрасть, например, да? Или кто-то там сзади вечером из-за угла выскочит и ограбит тебя. Было такое чувство. Но когда ты уже живешь долго в таких условиях, ты, в принципе, привыкаешь к этому, и никаких сложностей нет. Но вот за все время, сколько я там жил, три с половиной года, ни разу меня не ограбили, ни разу никто ко мне там с ножом не подскакивал. Хотя у меня у знакомых были такие случаи, что им горло, нож подставляли. Какой момент ты решил, что все? Хочу обратно или в другую страну? Почему ты решил? Честно, я как-то специально не думал об этом. Опять же, это так же получилось, вот как-то вышло так. Но все равно ситуация в Бразилии была не очень в плане экономики. Я сейчас все-таки вернусь, забыла вопрос. Скажи мне по поводу зарплат. Насколько та зарплата, которую тебе предложили, она была комфортной для жизни в Бразилии? Была очень комфортной. Она была гораздо выше, чем разработчики, сеньоры-разработчики местные. получали, гораздо больше я получал. Ну, видимо, потому что нужно было привлечь, как бы, иностранцев. И вообще Бразилия не дешевая страна. Я когда туда только переехал, меня удивил тот факт, что бананы были дороже, чем в Москве. Вот это вот вообще, честно, я до сих пор не могу понять. Но многие вещи очень дорогие. У них там очень большие налоги на электронику, на ввозимые товары, по-моему, 30%, если не больше, или 130, честно. Ну, в общем, если ты что-то покупаешь из электроники, там, телефон, новый айфон и так далее, то это супер дорого. Это было дешевле купить, там, если ты путешествуешь в Европу, или в России было дешевле купить, ну, или в Штатах. Поэтому у бразильцев там есть такая история ходит, это даже, мне кажется, правда. Когда бразильцы едут в Штаты, они заходят в магазин, там, купить часы, не знаю, там, Майкл Корс какие-нибудь. И продавец спрашивает, вы откуда? Мы из Бразилии. Тогда возьмите 10. То есть обычно они берут там по несколько штук, чтобы всем потом друзьям пораздавать. Даже там какой-то стартап был, я не помню, как он назывался. Один из знакомых начинал эту компанию, он хотел это все поставить на поток. То есть кто путешествует в Штаты или в Европу, он регистрируется в системе, как, не знаю, там, челнок или, ну, как у нас это называется. И потом люди могут через него, в общем, заказать товар, он покупает, ну, и потом передает каким-то образом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин